Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 12 семей с поселка Мирный скоро справят новоселье. Об этом стало известно на встрече жителей с главой города. Доступ к морю должен быть для всех свободным и бесплатным. Об этом заявил мэр Сочи во время осмотра пляжей. Тысячу билетов в дельфинарии подарила детям сочинская лига женщин. Еще 500 ребят посетили конное шоу. В Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою имени Бубенина. Посвятили соревнования столетию погранвойск. Контрольный час для чиновников. Как исполняют поручения губернатора Кубани, проверили накануне в краевой администрации. В аутсайдерах оказались сразу несколько муниципалитетов. Это Краснодар, Лобинский, Темрюкский и Гулькевические районы. В последнем затянуты сроки по исполнению целого ряда поручений. Например, в одной из участковых больниц с 2016 года никак не могут начать ремонт. Деньги на эти цели предусмотрены в краевом бюджете, однако местные власти так и не подготовили проект на сметную документацию. По мнению Вениамина Кондратьева, это просто безответственное отношение к работе муниципальных чиновников. Бледнеть перед жителями Гулькевического района, только потому что такие нерадивые чиновники в Гулькевическом районе, я не собираюсь. Я понимаю, что дальше мне с такими чиновниками не по пути. Вот разберитесь конкретно, только конкретно, мне лично вложить, кто занимался проектно-спертной документацией с момента моего поручения и почему так долго вносили изменения. И чем это обусловлено. Если это вот такими качествами, еще раз подчеркиваю, в кавычках деловыми, того, кто занимался, ну не нужно им этим заниматься. Вот разберитесь и доложите. Всего с начала года в администрацию края поступило около 40 тысяч обращений кубанцев. Из-за отписок местных чиновников многие жалобы дошли даже до приемной президента. По каждому случаю глава региона поручает контрольному управлению разобраться отдельно, а по итогам проверки принять кадровые решения. Мы отвечаем на жалобы, даже не выезжая порой на место. Там, где муцеплетие, легко доедь, посмотри и определись. На место никто не выезжает, но ответ идет на два листа. Коллеги, ну это же чистая отписка. Невозможно управлять муниципалитетом, невозможно понимать и чувствовать, что нужно жителям района того или иного. Сидя в своем кабинете никак не получится контакта и настоящего ощущения реальности жизни. Если нет результатов, должна быть ротация. Или переезжаешь на другое место работы, ну или найди себе другую работу, если так считаешь, нужно. Вы создаете эту систему ротации в крае. Когда по 15 лет сидят и жалобам тем же самым, нерешенным, по 15 лет проблемам, ну вот тогда такой результат не имеет. Час контроля Вениамин Кондратьев проводит в последний четверг каждого месяца. Эту традицию глава региона завел три года назад. На сегодняшний день в стадии исполнения находится 39% поручений губернатора края. Перспективы транспортного развития Краснодара Вениамин Кондратьев сегодня обсудил с президентом РЖД. Губернатор Кубани и Олег Белозеров оценили темпы строительства железнодорожного обхода краевой столицы. Этот проект глава региона назвал стратегически важным для всего края. Ведь грузовые составы смогут поехать в Крым и к морским портам в объезд кубанской столице. А значит, станет возможным существенно разгрузить город. Сам Краснодарский обход представляет собой двухпутную ЖД-линию. Строить ее начали от станции Козырьки в районе Кореновска. Протяженность ветки составит около 70 километров до новой станции Гречанная в Тимашевске. 12 семей из поселка Мирный Адлерского района скоро справят новоселье. Все они проживали в аварийном фонде. И накануне глава города по поручению губернатора распорядился расстелить жителей ветхих домов. Сход граждан начался с обсуждения переселения из аварийного фонда. Лучшее жилье ждут 12 семей. Им предлагают квартиры в домах на улице Гастелло в Адлере и на улице Вишневой в Центральном районе. Глава города пригласил застройщиков. Жители Мирного смогли договориться, когда посмотреть новостройки, чтобы определиться с выбором. Переселение состоится в этом году. Сейчас приняты меры и мы готовы. Но, значит, во-первых, сразу же хочу сказать, переселение квадратный метр на квадратный метр. Вот другого не будет. Но у вас там площади большие, вас это устраивает. Квартиры переселенцев покупают город, плюс 30 миллионов добавляет край. Еще одна проблема, которая требует безотлагательного решения, это подключение к центральной канализации. Дело, конечно, затратное, но большинство жителей настроено оптимистично. Во любом случае, лучше иметь надежные сети, чем те же лосы или септики. Те жильцы частных домов, которые в свое время, вернее в 2005 году, построили свои канализационные сети, теперь уже бесплатно просто переподключаться. Введите, пожалуйста, эту информацию до населения, что для того, чтобы получить технические условия на подключение, вам необходимо обратиться в водоканал. Вне повестки схода была озвучена тема транспортного обеспечения. Постоянно езжу на автобусе зимой, летом во все время года. В период, когда начинается сезон, при сезоне, сесть в 124-й автобус жителям Мирного становится невозможно. Стартуя из Олимпийского парка, в обракуи приходят на наши остановки практически пол. В ближайшее время будет утверждена новая транспортная сеть пассажирского обслуживания. Все просьбы и замечания жителей Мирного будут учтены. Более того, планируется, что Мирный войдет в состав нового округа, который получит название Олимпийский. Елена Овсевцевна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Автопарк МУП «Водоканал» пополнился новой техникой. Это автомобили для выезда аварийных бригад по городу и специальная техника – это каналопромывочные автомобили и водовозки. Всего порядка 20 единиц. Ну а в целом, в ближайшее время парк техники и водоканала пополнится на почти 90 машин. Новую технику оценила наша съемочная группа. Новые машины с струйными рядами стоят в гараже МУП «Водоканал». Это 20 единиц современной техники, которые будут помогать содержать сочинские сети в полном порядке. Например, эти КАМАЗы. Это каналопромывочные автомобили. Они предназначены для обслуживания и прочистки канализационных систем от разного рода засоров. Они оснащены более лучшими насосами, более усовершенствованы, более давление высокое. Они предназначены для промывания канализационных люков, для промывания труб, для прочищения труб в канализации. А вот эти блестящие на солнце машины – водовозки. Автомобили будут подвозить воду жителям разных районов в случае плановых отключений или каких-либо серьезных нарушений на сетях. Объем одной такой – 8 кубов. А вот на таких бортовых автомобилях бригады водоканала будут выезжать для устранения аварийных ситуаций. Раньше слесари-ремонтники передвигались по городу на громоздких газелях, которые могли проехать не в любой двор. Новые машины более маневренны и удобные в сочинской городской среде. Для города Сочи очень-очень удобный автомобиль. Кондиционер. У нас температура, вы знаете, прекрасная – 40-42 градуса. Ну вот, комфортно для бригады. Работать на таких машинах, говорят слесари, одно удовольствие. И это только первый этап поставки новой техники. До середины июля парк МОК «Водоканал» в общей сложности расширится на 90 единиц. На сегодняшний день можно сказать, что потребность техники закрыта практически на 100%. И сегодня вопрос, можем, достаточно ли техники или нет, закрыт окончательно. Это напрямую повлияет на возможность оперативного устранения аварии, оперативного выезда, оперативных каких-то мероприятий по прочистке трубопровода и так далее. Все это стало возможным благодаря помощи городской администрации. Кроме новой спецтехники, «Водоканал» уже заключил договор на поставку дополнительного оборудования. Это, например, пилы, дрели, сварка. Так что работать с сотрудником муниципального предприятия теперь будет легче и комфортнее, а аварии устранятся гораздо быстрее. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Доступ к морю должен быть для всех свободным и бесплатным, независимо от того, какому санаторию принадлежит тот или иной участок береговой полосы. Об этом сегодня во время утреннего обхода пляжа Хостинского района заявил глава курорта Анатолий Пахомов. Об ответственности за невыполнение требований закона мэр в очередной раз предупредил руководителей здравниц. Согласно водному кодексу Российской Федерации, Черное море отнесено к так называемым поверхностным водным объектам общего пользования. Исходя из этого, каждый гражданин имеет бесплатный доступ к береговой полосе. Санаторные пляжи не исключение. Руководителям пляжей, которые закон не соблюдают, участковые вручают соответствующее уведомление, где прописана ответственность за административное правонарушение. Это либо штраф, либо арест на срок до 15 суток. Моя задача – это вместе с сотрудниками полиции пройти и руководителя каждой территории предупредить о выполнении тех требований, которые есть, в том числе бесплатный проход. Проверять выполнение требований закона будут мониторинговые группы. Об этом глава курорта рассказал посетителям пляжей. Они просто должны пройти, они будут даже провоцировать. У меня есть полотенце, я хочу скупаться. Более того, сами гости пляжа, если их не пустили к морю, могут вызвать участкового и пожаловаться. Реагировать на такие заявления будут обязательно. Но на некоторые пляжи вовсе идти не захочется, отметил Анатолий Пахомов. К примеру, такие, как у санатория «Искра». Закрывайте, документально оформляйте, что не оборудован, не сделан, грязный, убитый, отсутствует оборудование. Ну, всё как положено. Отпишите всё и на суд, на закрытие. Начало лета – официальный старт купального сезона. К этому времени должны быть готовы все пляжи. Речь идёт о спасателях, буйках, раздевалках и душевых кабинках. Деньги могут взиматься только за сопутствующие пляжные услуги – прокат лежаков, зонтов и тому подобное. Времени на исправление всех недочётов практически нет. Хотя здесь вопрос не столько финансирования, сколько простой невнимательности. Ведь положительных примеров кругом достаточно. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинские спасатели провели сборы по десантной подготовке. На протяжении недели сотрудники южного регионального отряда тренировались в условиях горно-лесной местности. В рамках тренировок сотрудники МЧС выполняли спуски по верёвке с применением спускового устройства с борта вертолёта. Всего в сборах было задействовано более ста человек – как опытные спасатели, так и новички. Спуски выполнялись с высоты 10 и 30 метров. Отрабатывали десантирование на сухой участок русла реки, а также подъём пострадавшего в носилках на борт воздушного судна. Не только отдохнуть, но и подзаработать решили 700 сочинских подростков. Сегодня на курорте прошла ярмарка вакансий для несовершеннолетних. Традиционно основными работодателями становятся сочинские санатории. Им требуются рабочие садового хозяйства, уборщики. Возьмут юных помощников и в бюджетные учреждения. Зарплата не ниже прожиточного минимума, а это 11 163 рубля. Но зато белая с полным оформлением и записью в трудовой книжке. К тому же по закону работать подростки от 14 до 18 лет могут только полдня. Вторую половину можно спокойно потратить на отдых и море. На сегодня заключено 109 договоров с предприятиями и организациями на трудоустройство 680 подростков. Это и школы, и больницы, поликлиники, санатории, отрасли ЖКХ. Абсолютно разное направление. Школьников берут помощниками, культорганизаторов, помощниками подсобных рабочих. Очень много вакансий представлено, уборщиков зеленого хозяйства, уборщиков территорий. Поэтому все желающие могут сегодня обратиться, посмотреть, кто сегодня не успел. Точно так же в центр занятости населения города Сочи во все районы могут прийти. В целом этим летом через центр занятости планируется трудоустроить 1800 детей. Международный день защиты детей сегодня отмечают во всем крае. Проходят праздничные концерты, театральные представления и различные мастер-классы для ребят. Главные события состоялись в Краснодаре. Сюда приехали мальчишки и девчонки со всего региона. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, отличники учебы и дети-инвалиды. Главной площадкой для торжеств стал парк 30-летия Победы. Туда сегодня приехал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он вместе с сыном прогулялся по парку. Там весь день проходит развлекательная программа. Работают спортивные площадки и творческие мастерские. В вашем возрасте важно себя попробовать. Для чего попробовать? Чтобы в жизни себя найти. Найти, но ни в коем случае не потерять. Поэтому есть возможность. Эта возможность называется детством. Где надо все руками прощупать, ногами где можно пройти. И потом определиться в жизни. Где ваша настоящая жизненная дорога. И мы на вас надеемся, что вы себя найдете и станете очень талантливыми и успешными. Вы реализуетесь, а значит, купать будет еще богаче. Школьники с удовольствием показали Вениамину Кондратьеву свои научные проекты. Например, ученик из Геринджика наглядно продемонстрировал разработку нового вида общественного транспорта. Канатной дороги для перевозки пассажиров. Ну а те, кто решил в этот день просто отдохнуть, катались на аттракционах. Все они сегодня для детей работали бесплатно. Ну в Сочи тоже отметили День защиты детей. Праздничные торжества прошли в парках, скверах и на площадях во всех районах города. Уже по традиции виновников торжества ждали в Большом сочинском дельфинарии. Приглашения посмотреть шоу получили дети с особенностями здоровья и их родители, а также малоимущие и многодетные семьи из всех районов курорта. Тысячу билетов им подарила общественная организация «Лига женщин Мосдобра», которая, кстати, сегодня исполняется 8 лет. Мы те программы, которые ведем с первого дня, свои организации, они у нас выполняются. Это уже традиция. Они у нас есть. Это и школьная форма, это и новогодние подарки, елки мэра, это и хрустальный петушок, это вот 1 июня. Но мы уже охватываем и целые центры, которые у нас создали с этими детьми, с всевозможными болезнями. И то, что уже мы задействуем и деток обычных города Сочи. То есть у нас все в городе Сочи равны и полноценны. А почти 500 юных сочинцев с аутизмом сегодня получили приглашение посмотреть шоу в Конном театре Парк Ривьера. Кстати, многие дети при помощи «Лиги женщин» стали заниматься ипотерапией. Мы очень любим лошадей, мы постоянно занимаемся. Ипотерапия – это одно из наших любимых реабилитационных мероприятий, поэтому ждем с нетерпением. Мы стараемся всегда, чтобы наши дети вели полноценную жизнь, чтобы они ходили на праздники, на мероприятия, чтобы они общались друг с другом, чтобы они учились, чтобы они взаимодействовали. Потому что с другой – это не значит хуже. Не остались без подарков и мороженого юные сочинцы и в других районах курорта. Общественная организация «Лига женщин Мост Добра» устроила праздничные торжества для 12 тысяч сочинских детей. В День защиты детей в Сочи открылся ледовый каток под открытым небом. Первыми на него вступили победители хоккейного турнира, который в эти дни проходит на курорте в рамках детского спортивного фестиваля. Одним из инициаторов проведения турнира по пляжному хоккею стала депутат городского собрания Сочи Анжела Сирюкова. Турнир на новом катке стал не просто первым, но еще и международным. Ко всему прочему, вместо лезвий на коньках спортсменов из Риги Хабаровска – специальные ролики. А вот несмотря на палящее солнце, игроки вышли на площадку в обыкновенной хоккейной форме. Нововведения не смутили юных хоккеистов – победителей всемирного фестиваля «Спорт за мир», который в эти дни проходит в Сочи. Эмоции, конечно, бешеные. Все-таки, ну как, впервые такое в жизни. Не всем это дано, детям. Мы очень рады всей командой, если честно. Хоккеистов из Амура и Риги назвали первооткрывателями. Турнир на роликах в юношеском хоккее – это новинка. И где проводить пляжный хоккей, как не в курортном и Олимпийском Сочи, отмечает председатель комитета по спорту городского собрания Анжела Сирюкова. Мне вдвойне приятно сегодня открывать международный турнир по пляжному хоккею. Это первая ласточка в нашем городе. Это первый искусственный каток в летний период. И я надеюсь, что такие турниры будут проходить регулярно. Это приятно, потому что мы в нашем городе собираем все самое лучшее, что можно вообще придумать для себя. Так, конечно, хочется пожелать нашим детям добра, созидания, новых побед. Поздравила сочинский депутат сегодня и всех детей своего округа. По многолетней традиции для юных адлерцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей, для детей-инвалидов Сирюкова организовала в районном кинотеатре «Комсомолис» бесплатный просмотр мультфильма. Вообще этот депутат оказывает постоянную помощь и управлению судзащиты, и детскому центру нашему реабилитационному адлерскому. Если бы у нас побольше было таких депутатов, то у наших детей, конечно, их было бы меньше в трудной жизненной ситуации. Ей, конечно, огромное спасибо. Подарок в свой день оценили и главные герои. Для детей поход в кинотеатр оказался самым долгожданным подарком. Очень сильно понравилось. И денег даже не надо отдавать, чтобы в кинотеатр идти. Здорово, что мы на таком большом экране сегодня посмотрим мультики. А посмотрели ребята российскую премьеру мультипликационный фильм «Два хвоста» – историю о невероятных приключениях друзей «Кота» и «Бобра». Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Летний курортный сезон «Аквапарк Амфибиус» традиционно открывает в День защиты детей. По многолетней традиции обновленные бассейны опробовали школьники Адлерского района. Год уже 13-й год подряд открывать летний сезон «Амфибиус» поручает школьникам. В этом году в День защиты детей Аквапарк посетили около 400 ребят. Это отличившиеся школьники, участники творческих ансамблей, дети из Адлерского реабилитационного центра, а также из малообеспеченных и многодетных семей. Эту традицию генеральный директор Амфибиуса Алла Татулян считает главной в аквапарке. Дети Адлерского района, все школьники, которые мы сегодня пригласили, для вас сегодня создан большой праздник. Сегодня День защиты детей. В каждой семье у нас есть дети. Мы все мамы, все папы, но у нас есть дети – наше будущее. И сегодня их праздник. Поэтому я сегодня пригласила детей, чтобы они чувствовали себя здесь просто королевами все. И принцами. С праздником День защиты детей! Сегодня в Амфибиусе представители каждой Адлерской школы. Отметить свой праздник ребята пришли целыми классами. Здесь весело. И есть теплый бассейн, холодный, и для детей. И детям можно поплавать, и взрослым. Я тут еще никогда не была, и это мой первый раз, мне здесь понравилось. Спасибо вам большое, вам Амфибиусу, что вы нас приглашаете бесплатно. К детскому празднику в Амфибиусе провели небольшую реконструкцию. Обновили фасады зданий, сменили плитку. Сами же юные гости не просто окунулись в водную феерию, а стали участниками увлекательного приключения и пиратских испытаний. Как обычно, перед купанием ребят развлекали аниматоры. А для всех гостей выступили творческие коллективы Адлерского района. Праздничную атмосферу в аквапарке создавал народный хореографический ансамбль «Роква». Он также является участником благотворительной программы, которую ведет руководитель Амфибиуса. Человек года, победитель номинации «Добрые люди» Алла Татулян. Благодаря ее поддержке юные танцуры приобретают необходимые для выступления костюмы. Ну а следующая встреча в аквапарке «Амфибиус» в рамках благотворительной программы 1 сентября, в День знаний. Традициям здесь не изменяют с момента открытия. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою имени героя СССР Виталия Бубенина. Посвятили соревнования столетию погранвойск. Почетным гостем стал сам Виталий Бубенин, первый командир спецподразделения антитеррора «Альфа». В турнире приняли участие 72 бойца. Это команды военно-патриотических клубов «Витязь», «Гренадер», «Ястреб», «Десантник», «Гвардия», «Крылья» тренировочного клуба «Бургас» и спортклуба «Молот». Сильнейшие награждены медалями и грамотами, а также ценными призами от организаторов. Федерация армейского рукопашного боя курорта, спорт общества «Динамо» и Департамента физкультуры и спорта. Впереди у ребят состязания краевого и всероссийского уровня. Ну и в завершение информации от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам – крытые открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.